Южноуральцы получат льготы еще до выхода на пенсию. Законодательное собрание области одним из первых откликнулось на телеобращение президента Владимира Путина. Региональный парламент принял решение сохранить пенсионные льготы по действующему законодательству. Таким образом, получать выплаты и скидки южноуральские мужчины смогут в 60 лет, а женщины в 55 лет. Юлия Савосина подробнее. Всего планируется отредактировать пять законов. Первый это выплаты областным ветеранам труда. Они составят, как и сейчас, около 1200 рублей ежемесячно. У нас есть так называемые ветераны труда федерального значения, который оформляет это звание. А также есть у нас ветеран труда Челябинской области. Скажу, что это охватывает порядка почти 500 тысяч наших южноуральцев. И, конечно, для них очень важно, вновь оформляющих или выходящих на пенсию, что в данном случае эта льгота будет сохранена. Сохранится и налоговая льгота на транспортный налог. С каждой лошадиной силы в отношении легковых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. А также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил. Вы знаете, что в старом законе наши пенсионеры были освобождены от уплаты транспортного налога. Или там была льготная ставка 1 рубль до 150 лошадиных сил. Вот данная льгота будет перенесена на предпенсионный период. Смогут пользоваться льготами на общественный транспорт пригородных маршрутов и дачники предпенсионного возраста. Как и ранее, скидки будут действовать в период с 1 мая по 15 октября. Сохранятся льготы для садоводов по проезду в пригородном железнодорожном транспорте на 70%, на автомобильном на 50%. Еще одна льгота, которую планируют сохранить, это помощь на текущий капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим и одиноко проживающим супружеским парам. Кроме того, региональный парламент прорабатывает вопрос введения новых льгот для граждан предпенсионного возраста. Все зависит от возможностей казны региона. Второй этап, будем рассматривать возможность областного бюджета и муниципальных бюджетов по дополнительным годам, которые можем предоставить. Но это обычная наша текущая работа. На данный момент прорабатывается один вопрос, связанный с транспортным налогом. Отмечу также, сохранение льгот не потребует дополнительных затрат из областного бюджета. Сейчас администрации районов и городов также рассматривают вопрос о сохранении муниципальных льгот.